Большинство людей привыкло к тому, что пули чаще всего изготавливают из свинца и покрывают стальной оболочкой. При этом боеприпасы для стрелкового оружия могут иметь самую разную конструкцию и наполнение. Например, существуют зажигательные трассирующие, бронебойные и экспансивные патроны. А еще бывают патроны со стеклянными пулями. Вопрос лишь в том, кому пришла в голову такая идея и насколько подобные боеприпасы могут быть эффективны. Если что-то не закрепилось в практике боевого применения в военном деле, то это означает одну из трех вещей. Это что-то оказалось неэффективным, несвоевременным, слишком дорогим или нерентабельным. А также это что-то могло быть вынужденным, применялось эпизодически в силу тяжелой ситуации. К случаю производства и применения боеприпасов для ручного стрелкового оружия со стеклянными пулями лучше всего подходит именно третий вариант. О том, что пули можно делать из стекла, люди знали давно. Подобные боеприпасы для винтовок и ружей появлялись в разных уголках планеты то тут, то там. В абсолютном большинстве случаев это самодельные патроны, снаряженные в условиях нехватки или отсутствия свинца и стали. Нередко это были кустарным образом изготовленные или переснаряженные боеприпасы. Самое широкое применение в 19 веке они получили в среде егерей и охотников, живущих в отдаленных местах. Ярчайшим эпизодом применения стеклянных пуль в боевой обстановке стала гражданская война в России. Подобные боеприпасы изготавливались людьми белого генерал-лейтенанта Романа Федоровича фон Унгерн Штернберга, воевавший с красными в Сибири и Монголии. Формирование Унгерна Штернберга испытывали патронный голод. Как итог Штернберг выпросил для себя химика Всеволодолисовского, который придумал отливать пули из стекла. Благо получить последнее не так сложно, как свинец в большинстве ситуаций. Кустарное стекло делается из вполне доступных материалов – кварца, карбоната кальция и натриевой соды. Стеклянные боеприпасы вполне эффективны, во всяком случае при стрельбе на короткие дистанции. Единственным серьезным недостатком таких пуль является риск раскола поражающего элемента в момент выстрела под действием пороховых газов. При этом в тех же войсках Штернберга стеклянные боеприпасы главным образом использовались для учебных, а не для боевых целей. В наше время энтузиасты не раз делали стеклянные пули для нарезного и гладкоствольного оружия. В ряде случаев такими пулями даже получалось пробить бронежилет третьего класса защиты.